всем здорово всем при этом на канале гамбита здорово ребята вот и да я не смог пройти мимо обновы которая вышла вот и да давайте просто обозреем оборзеем посмотрим на типа новую обнову и нового персонажа новую богиню которая вышла и честно сказать я в ней вижу потенциал я в ней вижу потенциал да да очень очень большой потенциал прям прям такое большое что я делал кофту атаки титанов потому что я жду что через две недели вот после окончания этой витрины у нас выйдет клап атаки титанов я буду просто постоянно вести стримы в этой кофте и буду очень рад тому что вышла эта богиня потому что это скип это объективно скиптом давайте поговорим по поводу богини чуть попозже вот давайте начинать видео с плохого а начнем с хорошего с того что вы подпишитесь поставьте лайки колокольчики вот а я пока ну просто пройдусь например по реликвии на элате которая выходит которая де-факто большинству игроков будет не интересно я не знаю с какого именно а без ста она делается вот но возможно это не с хиог но не точно потому что сейчас новые реликвии выходят с нитхиога вот и на элату это просто на гильдейном бассейне типа а когда герои используют скиллы увеличить базовые характеристики союзника на 3 процента и так 5 раз в принципе реликвия не плохая для ребят которые гриндят гб на очень большие очки вот в принципе для многих южный гильдии для экспансии фокс-райзов типа возможно крыму типа понадобится типа это 3 это реликвия вот но это по факту да это по факту типа для ребят которые хотят играть гильд босса для остальных случаях это реликвия просто бесполезно просто лишние статы но блин это будет это просто лишний штаты и лишние десятка гпшки для прокачки ваши четвертой консты если вы идете что за консте если закрыли молодцы вот тех кто закрыли молодцы пожалуйста лай 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 лайки под видосами плюсики в комментариях а дальше у нас идет магазин чисто на л besco не интересно это не интересно это можно взять это очень дешево если у вас есть возможность это взять неинтересно неинтересно козарь наковален слишком дурка если была здесь хотя бы двушка я сказал бы здесь хорошо о саре ну типа объективно нет дальше у нас какие-то идут ивенты вок сайла ввода и венкам это самое лучшее100 этой обновленно это ивент вот пошли здесь есть пушка на Гаутера, и в принципе для новичков это будет кайфово. То есть та же самая пушка на Гаутера, пушка на Эсканора, который вполне возможно станет у вас линком, потому что у него весьма неплохие статы, но качать старых Эсканоров, это не на светлого Эсканора и это не на синего Эсканора, это на зеленого-красного Эсканора, скорее всего. Я точно не знаю, но возможно, это пушка на Артура, наверное. Вот, потому что они любят всякое старое оружие сюда запихивать, вот, но это просто ивентовые активности, которые приносут вам какие-то ресурсы, и это круто. И это реально круто. Да, у нас будет еще, типа, такой босс, где будет еще ресурсы, да-да-да-да, это все босс, это все ресурсы, это круто, это ЮАРная подвеска, это какая-то внешка, это лишняя ГПшка, почему бы и нет, собственно говоря. Вот, изюминка этой обновы, это новый лабиринт, где нам будут давать нового, темного Маэля. Ну, вернее, как светлого Маэля, просто внешку на Маэля, типа, которая будет типа темной. Ее, по идее, как можно будет забрать, если у вас нет Маэля. Ну, вот. И, де-факто, это халявный кост на Маэля, и это круто. Если вы не купили фуловый шкаф на Маэля, вы можете, благодаря халявному шкафу, сделать себе фулового Маэля в шкаф. Это круто. Потому что Маэль, на самом-то деле, весьма неплохой по БК, и, в принципе, он полезный персонаж. Вот. Даже не как в основе, как в линке, наверное, по большей части, потому что в основе что? В основе у нас демоны. Дали Небул и Зелдрис реликвию, и Небул и Зелдрис такой, хорошо, демоны, айда за мной. И они играют. Они играют, и они сильнее демонов. Ладно, они не особо сильнее архов, но архи, которые сейчас играют на ультраше через Маргарет и Синюю Лиску, они отлетают от демонов просто вот так вот. Потому что демонам нужна еда на БК, а ультраш в основном ест еду на ультимейт. И из-за этого они проиграют. Обидом. Но такая жизнь ультраш на архов. Вот. Хорошо, типа у нас есть классная внешка на Моэля. Это круто. Вот это чертовски круто. Ну, а лабиринт, кстати, это прикольная тема. То, что они начали чаще выпускать лабиринт, это зашибись. Вот это реально зашибись. Вот, будет старая карта. В принципе, почему бы и нет, возможно, у вас нет этой карты, вы получите чуть больше. А сундучок, где будут падать какие-то резы, его можно будет брать постоянно, ежедневно, на протяжении всего лабиринта. Резы, конечно, скудные, но если ее ССР-подвеска будет падать, это будет зашибись. Вот этого прикола я не понял. Окей, хорошо. Здесь крутой, молодежный, такой тинейджерский шкаф на Моэля, плюс охренительная прическа на Моэля. Я тащусь от этой прически, честно вам скажу. Вот. Но зачем нам выпускать эту внешку, выпускать, особенно вот эту донатную внешку на Моэля? Вопрос. Ну, хотя бы один адекватный типа вопрос, типа, зачем? Хорошо, типа, у меня есть мой Моэль. Я как бы играл им на арене, я подготовил его, я его замаксил, у меня фулловый шкаф. Мне лишнего не надо. Даже, например, если я не хочу апать ССР-под прическу там какую-то, да, из них, я возьму ЮАрную, прическу, которая мне выпадет с лабиринта. Ну, это логично. Это просто логично. Зачем мне ивентовую внешку покупать за гемы, либо за реальные деньги? На Моэля, у которого уже как бы фулл шкаф, для того, чтобы были лучше сабстаты на нем. Сабстаты, конечно, да, круто, но если мы используем Моэля как линк, вообще все равно, какие тут сабстаты. Главное, основной стат. Основной стат везде будет одинаков. Это не какая-то там Ю-Ю-Ю-Ю-Ю-Ар внешка, которая будет давать ему там косарь атаки, вместо 210, которая дает вот эта внешка. Нет. Если как линк, нет. Как персонаж, типа, основы, окей, хорошо, в нем есть идеи, есть идея каких-то архов, а, возможно, с красной лиской, скажу, новая лиска, точно нет. ПВЕ. ПВЕ сабстаты особо не роляют. Особенно атакующий, особенно на Моэля, у которого разгон от его пассивки бешеный просто. Короче, Моэль уже готовый. Зачем? Так же сама Маргарет. Так же сама Маргарет, особенно, типа, та Маргарет, которая мне не особо как бы и нравится на арене. И я ее сейчас постоянно хейчу. Плюс у нее уже давно в полушкав те ребята, которые играют там, у тебя молодые ребята могут себе взять эту внешку, если у нее, у вас нет, типа, черного платья на Маргарет. Блин, надо теперь черное платье показать для ребят, про которые я говорю. Вот, потому что она прикольная. Типа, например, хук пассовской внешки на Маргарет у вас нет. Да? Потому что она уже давно у тебя была. Это у нас была. А вот хук пассовская внешка, вот эта-то ивентовая внешка, вот финального басса внешка и как бы видно, что у Маргарет и так шкаф лопается. Куда ей еще один, одна внешка? Но возможно у вас нет вот этих вот двоих. Возможно даже троих. Если вы недавно начали играть, то в принципе эта внешка будет полезна. Потому что Маргарет сама по себе, да, я ее сейчас на данный момент хейчу, но на арене она играет хорошо. Она в принципе играет хорошо. Вот, просто мне не нравится тот валуев, который она дает. Я хочу, чтобы она давала валуева больше, потому что арена сейчас очень быстрая и агрессивная. А Маргарет очень долго разгоняется. Но в ПВЕ активности плотность Маргарет это вот эти вот 40% базовых характеристик, которые она дает от пассивки. Это очень много. В ПВЕ активности ей нет равных. В ПВП извините, нет. А демоны сейчас просто на коне и коня зовут Маэль. Извините, но оно так и есть. К сожалению, оно так и есть. Потому что арки сейчас играют через ультраж. Через ультраж им плохо играют. Поэтому эта внешка, я не понял, зачем и эта внешка я тоже не понял. Ладно, это для новичков, но, ребят, Маэль вышел недавно. Либо вы его покрутили и вы уже сделали ему шкаф, либо зачем вам вот это надо? Либо у вас нет Маэля и вы просто не возьмете эту внешку. Ладно, вот это непонятно странно к этому вопросу. Да, я много поговорил просто про донатный шкаф, про донатный магазин, но из-за этого у меня ломается логика, потому что все же можно считать, что я вкладываю деньги в игру, вкладываю деньги в свой аккаунт. Вот. И дальше у нас выходит новая, красная, богиня Лиска, которая не является фестивальным персонажем, которая просто работает в ПВЕ. И это круто. Это круто. Мне нравится, когда выходят персонажи, которые работают чисто в ПВЕ. Потому что в ПВЕ, каждый раз, когда она использует скилл именно в ПВЕ, она увеличивает базовые характеристики союзников на 5%, и так два раза, на два раунда, и увеличивает атак характеристики союзников на 30% на два раунда. В принципе, плохо. В принципе, очень плохо. Но 30% атак характеристик, это хорошо. 10% базы, конечно, она ни туда, ни сюда. Плюс нужно скинуть две карты. Если мы скидываем одну карту, мы получаем только 5% базы, ну честно, 5-10% базы, у нас есть маркет, которая бафает наших ребят на 40%, на архив. Ладно, вполне возможно, это будет раляться, но у нас есть светлая лиска, которая больше бафает все равно. Да, она не бафает, соответственно, так характеристик, но она все равно больше бафает. Окей, хорошо. Возможно, по картам что-то интересное. Истощение шкалы суперприема. Окей, хорошо, классно. Это, в принципе, полезно на нитхёге. Истощать шкалу суперприема, это полезно на нитхёге. Дальше, пирс дэмэдж, это тоже очень полезная карта на нитхёге, особенно на первом этаже и на третьем этаже. Это полезная карта. Ультимейт от рефлекта. Я не знаю, конечно, получает ли нитхёг урон от рефлекта, но у этого ультимейта есть скаляция. То есть, для того, чтобы хорошо этот ультимейт играл, нам нужна богиня хотя бы четвертого, а то шестого ультимейта. Четвертый, либо шестой ультимейт. Хорошо, возможно, здесь классная витрина. Здесь очень много полезных персонажей. Вот её витрина, трёхпроцентная, 600 гемов. Гарант, то же самое, что сейчас идёт у Рокси. Персонажи, фаном. Ладно, первый персонаж, это неплохой, это очень редкий персонаж, это фановый персонаж. Возможно, можно поиграть на арене там с кингами всякими разными, но, де-факто, это просто фан и коллекция, не более того. Мона играет на ГВ, неплохо играет на ГВ. Синяя Лилия тоже сейчас играет на ГВ из-за того, что нет просто новых персонажей, катастроф. Но они скоро будут выходить, вполне возможно, что Синяя Лилия тоже потеряет свою валидность. Красная Дианка, я не видел ни разу, где бы она могла играть. Красная Бромгильда, это ГВ, это хороший персонаж, это реально полезный персонаж. Ладно, Красная Дианка, это, возможно, редкий персонаж. Возможно. Вот. Красная Лейн, это тоже, возможно, редкий персонаж, я её давно не видел, но она бесполезная. Это, в принципе, неплохой персонаж. он сам по себе бесполезный он когда выходил он играл в команде бана против команды резеро но многие новые игроки могут спросить что такое команда резеро и почему этот этот слейдер какой-то команде бана играл против команды резеро и в принципе был весьма противным персонажем это просто редкий коллекционный персонаж не более того а неплохой бафер но де-факто это просто коллекционный персонаж и и все это просто коллекционный бес бесполезный перспектив не особо редкий тож не особо редкий просто коллекционный персонаж короче витрина полная мусора вот их для того чтобы возможно элизабет хорошо играть такое ультимейта не нужно покрутить две-три ротации перед дачь не знаю перед чем возможно перед коләбом не возможно будут титаны вот я буду играть за эра на от за Эррона, я бы хотел его поиграть. Ребят, те, кто хотят поиграть за Эрроном, просто лайв-комментарий. Да, лайв-комментарий. Я не знаю, как вы сделаете лайв-комментарий, но вы сделаете лайв-комментарий за Эррона. Ну, вот. Короче, витрина неинтересна. Объективно она неинтересна. Ладно, здесь есть парочка хороших персонажей для ГВ, но ГВ играют, пожалуй, только, ну, типа, экспансия хочет поиграть в ГВ. Не более того. Все. Не более того. И этот персонаж не будет играть там. Хорошо. А теперь давайте разберем вот как раз новую богиню по запчастям. Просто по запчастям. Почему это плохой персонаж? Вот. Возможно, я сейчас буду ошибаться. Но первое. Суперприем. Очень сильно зависит от уровня хреново. Ну, просто хреново. Все. 1-6 суперприем. На том же самом Нитхёге вам не сделать ничего. От 1-6 ультимейта вам не будет профита. В ПУП это хотя бы пугает. Нитхёг-то не боится. Он все равно будет вас карты скидывать. В ПУП, если не прочекать ультимейт богини, вы будете бояться ее бить. Потому что даже 1-6 суперприем он пугает. В любом случае он пугает. Но это ПВЕ персонаж, где ПВЕ боты не будут думать, типа, о боже мой, ультимейт богиня. Я не буду двигать карты, не буду их скидывать. Они будут вас кидать карты. 1-6 ультимейт ничего не сделает. Хорошо. Пирс дэмэдж. Это для Нитхёга это в принципе возможно. Таки замена Фрэй. Потому что Фрэя честно сказать, типа, Фрэя дорогая. Фрэя очень дорогая, типа, Фрэя далеко не на каждом аккаунте она есть. Далеко не на каждом аккаунте она есть с реликом. Но реликвия дает нам 20% базы навсегда. Не обязательно нам скидывать карты. Она просто дает нам базу. И за каждого союзника она бафает себе атаку на 40% и на 100% характеристик для нее чисто. Окей, хорошо. Для нее это слишком жадно. А красная Лиска, она же будет бафать 30% атаку для всех. Отлично. То есть мы ставим ее в формацию вполне возможно за место Фрэи. Потому что если брать формацию на Нитхёга, которая сейчас у нас уже есть, она готовая, типа, она собранная формация, да? Вот это. Мы ставим ее вместо Лиски. Вместо Хила. Вместо Хила мы ставим персонажа который истощает шкалу суперприема. И в формации у нас возможно будет еще Элата, которая тоже истощает шкалу суперприема. У нас такие блин, у нас два персонажа истощают шкалу суперприема. Это много, это неинтересно, это вам только очень сильно оттяжелит руку. Вы будете более не клюже играть на Нитхёге. Это плохо. Вот. И вместо Фрэи которая снимает стойки. Хорошо. Мы убираем Фрэю, получаем пирскарту. Чем снимать стойки? Надо ставить Фрэера тогда. Фрэеру нужно второго уровня карту. Плюс Мэйль уже не поиграет здесь так хорошо, как он играл до этого, потому что у нас Архангел и у нас ставит мела, типа темного мела. Но у нас Лиска уже занята, нам нужен хил. Возможно, у нас Мигельда сыграет как хил. Потому что новая же Мигельда красная вышла. Вполне возможно, эта красная Лиска работает с красной Мигельдой. Как вы думаете, она работает с красной Мигельдой или нет? У них одинаковая первая карта. У них просто одинаковая первая карта и источение шкалы суперприема. Зачем мне две одинаковые? Если вы выпускаете нового персонажа, который возможно работает на Ниндхиоге, вполне возможно, потому что она работает просто в ПВЕ, то, ну извините меня, типа, зачем выпускать Мигельду, которая тоже истощает? Дайте ей дару. Снятие стойки. Снятие стойки и Лиска была бы хороша не на Ниндхиоге. Реально хороша, но де-факто это была просто слизанная версия Фрея. Ну, а если вдруг рассмотреть другие активности, где она может играть, например, на первородном, что вполне возможно сделали под первородным, но первородным она там не особо имеет смысла. У нас есть Кидзуна. Думаю, вы сразу догадались, почему я поднял чуть повыше, потому что есть Кидзуна, которая дает те же самые 30% атака и характеристик на 2 раунда. Да, когда она ранхапает карты, но у нее карта вот эта полезнее на первородном. То есть, по идее-то, как новая красная Лиска, она хорошо будет играть где-то на каких-то финальных бассах, но, наверное, там нужно хороший суперприем. Ну, чтобы у нее было много дэмэджа, чуть больше базы. Я просто... это интересный персонаж именно как раз в плане того, что у нее есть шкаф до этого. То есть, у нас есть синяя Лиска, на которой, типа, синяя, типа, фестивальная Лиска, на которой вполне возможно уже есть шкаф какой-то, и этот шкаф перейдет на нее. Но просто сейчас, я не знаю, возможно, я не прав. Возможно, типа, есть какая-то формация без красной Мигельды, которая дает плотность, что именно красная Мигельда нам даст плотность, в связи с АЗ, и мы будем там, типа, люто вампириться. Вполне возможно, именно как раз здесь. Но зачем нам две карты истощения и ни одной карты стойки, снятия стойки? То есть, нам нужно играть через Фрею еще, где тоже есть пирс карта. И к тому же, хил Мигельды не ультимативный. Хил Мигельды работает только в том случае, красной Мигельды, если мы снимаем дебафы. А на первой фазе третьего этажа дебафов нет. Да и дальше особо их не будет. Вот, поэтому Мигельда никак не сможет нас хилить. А эта красная Лиска заменяет, меняет, типа, становится на место зеленой пицанки Лиски. И релик, кстати. Релик, который увеличивает плотность щитов на 15% где нет щитов. Короче, мне не нравится тенденция. Типа, выходит красная Мигельда, которая вроде как интересная. Я ее все еще не опробовал, извините меня, пожалуйста, за это. Вот, но на нее релик бесполезный. На Фрею вышел релик хотя бы толковый. Небулы Зелдрис вообще шикарнейший релик вышел. Мелу тоже классный релик вышел. Хоть как бы его не хитили, но все равно Мелу, типа, Асалту Мелиодас вышел хорошую релик. Здесь выходит персонаж, где релик просто бестолковый, который дает 100 атаки, при том, что у нас все два умения, типа, основных это атакующие, где у нас нет атаки от релика. Возможно, у нее в статье дохренищие атаки, это будет самый атакующий персонаж в игре, но я тоже очень сомневаюсь в этом. Вот. Дев 450, хп 2700. Мало, ну, средний. Просто банальный средний релик. Персонаж просто скипный, ребят. Не знаю, может, для бококоробки вы хотите, может, у вас нет каких-то раритетных персонажей, вы хотите получить кого-то раритетного персонажа, вот, чтобы стать там, типа, дистилямником, вот, может, он просто вам на рандоме выпадет, либо там нужно синее моно для ГВ, либо там красная брумгильда для ГВ, вот, что можно, в принципе, вытащить в фестиваль. Вот. Но, по большей части, это просто классная обнова с кучей ивентов, с кучей, типа, темных маэлей, которые будут конями демонов в нынешней мете, потому что маэль это офигенный линк на мела. Вот. Ну, де-факто, типа, ребят, просто получайте фан-энт игры и покрутите хотя бы чуть-чуть коллаб, я надеюсь, что атака китанов, конечно, будет за Эрена. Вот. Но. Коллаб это просто фан. Вот. У вас будет хотя бы какой-то шкаф за 60 гемов. То есть, например, не фоловый шкаф, но все равно какой-то шкаф у вас будет. У вас будут реликвии. И вполне возможно, некоторые персонажи не будут играть от суперприема. Вот. Хотя, на самом-то деле, типа, вот, герои щита, коллаб, который вышел, особо не играют от суперприема. 1.6 на Ауфуме Шоттл очень долгая арена. Вот. Рафталия. Да, там чуть больше валидности от ультимейта, но все равно, в принципе, урон был неплохой. Фили вообще нафиг не нужен суперприем. Кидзуне тоже не надо. Это хороший коллаб, который показывал то, что суперприемы особо не нужны. Просто БК не более того. Так что, просто, возможно, покрутите коллаб. Для своего удовольствия возможно, там будет какой-то другой коллаб, который будет более интересен, чем Эрен Йегер. Вот. Ну, я все же надеюсь, что через 2 недели, вот, в среду, ну, через полторы недели в среду, мы с вами встретимся на стриме. Вот. У нас будет стрим разработчиков, где покажут Титанов, и мы будем просто ссаться кипятком от того, что насколько же все же это офигенно, и мы будем хотеть покрутить новый коллаб. На этом все. Проходной персонаж для БК коробки, не более того. На данный момент это мой вердикт. Пишите в комментариях, если я не прав, что в ней есть смысл, есть потенциал, пишите команды, в которых она может играть. Вот. Ну, либо пишите то, что вы думаете так же самое, как Е, что она просто бесполезный персонаж. Дальше. Комментарии открыты, буду рад почитать. Ну, на этом все. подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, сделайте кнопку подписаться, серый. Вот. Очень плохой ютубер еще пока не научился байтить подписчиков на подписки. Но не увидимся когда-нибудь завтра, ну, либо на стримчике. До скорого.